всем привет с вами евгений карташов и в этом видео мы продолжим знакомство с источниками постоянного света от компании Godox. Это источник Godox SL100 и Godox SZ150R, то есть RGB источник. Про него я уже рассказывал в предыдущем видео, вот сейчас вы увидите подсказку, если смотрите на моем YouTube канале, можете перейти и посмотреть предыдущее видео. Ну и сегодня речь у нас пойдет о видеосъемке, то есть о предметной видеосъемке. Дело в том, что видео в плане информативности о товаре, оно гораздо лучше, чем фотография. Ну и кроме того, для видео, судя по моему опыту, поставить свет гораздо легче. Дело в том, что когда объект двигается, а обычно видеосъемка, она снимается в какой-то динамике, он освещается все равно со всех сторон и мы получаем наиболее полное представление об объекте. И это очень выгодно продавцам. То есть снимая такие небольшие короткие видеоролики, можно у покупателя создать представление о каком-либо товаре. Ну и для того, чтобы облегчить эту задачу, я использую, пардон, вот такой вращающийся столик. Он может вращаться в различных направлениях. Здесь зеркальная поверхность, но мы про это еще отдельно с вами поговорим. Для начала поверхность нужно подготовить, то есть протереть ее. Вот у меня здесь стеклоочиститель. Вот такая тряпочка из микрофибры. Давайте приведем поверхность в порядок. Протрем как следует. Ну, естественно, предмет, если вы снимаете какой-то глянцевый предмет, его тоже нужно подготовить обязательно к съемке. То есть, чтобы на нем не было никаких отпечатков, нужно работать в перчатках. Как в песне Владимира Высоцкого, кто помнит, вечно в кожаных перчатках, чтобы не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек. Так, ставим столик. И снимать мы будем вот такой сувенирный колокольчик из Казани. Ставим его по центру. Ну и смотрите, какая у нас будет задействована схема. Источник Godox SL100 стоит у меня слева, если смотреть от камеры. И он будет освещать объект. Позади установлена фрострама. За ней установлен источник Godox SZ150R без всяких светоформирующих насадок. Я буду задействовать режим HSI. То есть, когда можно выбрать любой произвольный оттенок. И смотрите, пятно, которое образуется на фростраме. Вот это фрострама Rigert. На ней закреплена пленка Backlit. Пятно будет отражаться в зеркале. И уже это отражение у нас будет фиксировать фотоаппарат. И возникнет такое ощущение, как будто у нас вот этот столик вращающийся подсвечен снизу. Но на самом деле это всего лишь работа зеркала. Простой физический закон. Для того, чтобы у нас подсветка была лучше, то есть не только с одной стороны, я буду использовать еще вот такой импровизированный отражатель. Это коробочка от сетевой карты. Она вот такая белая. Хорошо ставится. Я ее не стал выбрасывать. И использую ее как отражатель. Вот здесь мы ее поставим. Съемку видео можно делать даже на смартфон. Но при этом, конечно, лучше установить его на штатив. Есть специальные такие переходники. Они, по-моему, даже к селфи-палкам идут. Которые можно прикрутить на штатив и туда установить смартфон. Я буду использовать фотокамеру Sony A6300. И макрообъектив совершенно бюджетный. Это макрообъектив Volna. То есть советский старый объектив. Кстати, весьма-весьма неплохой. Единственное, что он не может снимать в масштабе 1 к 1, только 1 к 2. То есть в два раза меньше, чем нормальный макрообъектив. Но этого вполне достаточно для такого, в общем-то, не очень маленького объекта. Для того, чтобы мне снимать, нужно, естественно, будет отключить свет для съемки видео. Но сначала я наведусь на резкость. Наводимся на резкость. Так. Поставим столик. Вот таким образом. Я навожусь в режиме Live View с увеличением. Это позволяет полностью контролировать процесс наводки на резкость. Ну вот, собственно, навелись. Камеру пока выключим. И займемся подготовкой света. Ну вот, я включил источники света. Можно наглядно видеть, что вот этот софтбокс с сотами, он освещает сам объект съемки. Здесь стоит отражатель. И пятно, которое у нас находится на форостраме, за счет использования источника позади нее, отражается в зеркале вот этого вращающегося столика. И таким образом мы будем снимать видео. Так, ну давайте сейчас запустим столик. Вот столик у нас начинает вращаться. Кстати, в видеоредакторе можно потом в обратную сторону запустить вращение. Включаем фотоаппарат. И нажимаем кнопку съемки видео. Вот таким образом сейчас у нас видео снимается. Ну, я думаю, достаточно вполне одной минуты, даже меньше. То есть пару оборотов предмет сделал, потом это все можно в видеоредакторе зациклить. Ну и сейчас я покажу еще одну фишку, которую можно сделать при съемке видео вот с этим источником. Я сейчас включу круговой режим, то есть смену цветов по цветовому кругу. Вот красного, затем по цветовому кругу. Желтый, оранжевый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, пурпурный и снова к красному. И вот такая смена цветов как раз будет у нас и в предметном столике вот в этом вращающемся. И это выглядит тоже довольно-таки эффектно. Ну вот, как видите, у нас пошла смена цветов. Давайте сейчас запустим видео. Включаю кнопку съемки видео. Ну вот сейчас можно увидеть, как меняются у нас цвета. То есть я вставил вот этот ролик и вы можете это все наглядно увидеть. То есть вот это вот пятно, которое меняет цвет, отражается в зеркале. И таким образом фиксируется фотоаппаратом. То есть у нас на фон освещения от софтбокса не попадает. Я поэтому соты и использовал. Естественно, при съемке глянцевых объектов ни о каких сотах речи не может идти. Там уже нужно другие ухищрения использовать. Но об этом я расскажу как-нибудь потом. Как видите, снимаются такие видео достаточно просто и выглядят очень эффектно. Оборудование для съемки предоставлено интернет-магазином Фотопроцентр, за что им большое спасибо. Ссылочку на вот эти светильники вы найдете в описании под видео. На этом все. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход следующих видеороликов. На этом все. С вами был Евгений Карташов. До новых встреч.